Рак Головы Рак Головы Рак Головы Рак Головы Это первое. А второе, что очень важным является для нас, вот предыдущий докладчик говорил о том, что есть скованность в плече и так далее. Да, действительно, это опухоли, располагающие в зоне шеи. И нам очень важно понимать, и мы очень часто говорим с нашими МРТ-КТ специалистами о том, что нам нужно знать сосудистые расположения сосудов шеи. Это очень важные моменты. Два, на которые мы опираемся. Невозможно сказать о статистике во всем опухолям головы и шеи. Я выделила только одно. Это гортань. И вот посмотрите, чаще всего вредные привычки к чему приводят к раку гортани. И можно сказать о том, что в Российской Федерации умирает, к сожалению, больше 4 тысяч человек ежегодно от рака гортани. Заболеваемость более 7 тысяч человек. Это очень большой показатель. Чаще всего болеют мужчины. Прогноз заболеваемости зависит напрямую от местного распространения и по обращаемости, как и любое другое онкологическое заболевание, собственно говоря. Конечно, очень грустно, когда пациент приходит в 3-4 стадии. Здесь и прогноз хуже, и вылечиваемость хуже. То есть здесь речь идет о том, чтобы мы работали на профилактику, на то, чтобы пациенты обращались рано, чтобы мы могли помочь этим пациентам вовремя. Есть потенциальные предикторы развития рака головы и шеи. Это не значит, что именно от этого возник рак. Это, конечно, не так. Но потенциальные предикторы возникновения, они существуют, о них очень много говорят. К сожалению, мало уделяется этому времени, поскольку мы стремимся быстренько лечить пациентов. Я считаю, что должна быть определенная организация, которая должна заниматься непосредственно вот такими вот проблемами. Возникновение рака на фоне табакокурения – это вот прям такая основная проблема, которую нужно, на мой взгляд, поднимать очень глубоко и говорить об этом часто. Потому что для нас, хирургов, очень важно, чтобы пациент не курил. Потому что все зависит от того, в каком состоянии будут сосуды. Пересадка кожно-мышечного лоскута на сосуды, которые повреждены у курильщиков, правда, это будет уже не успех. Потребление табака увеличивает риск развития рака полости рта в 4 раза. Если говорить о раке гортани, это в 10 раз. Даже несмотря на то, что есть возможность заменить или что-то сделать, поменять, применять что-то другое, в любом случае в 4 раза только мы можем снизить. То есть все равно это приводит к нарушению целостности слизистых оболочек. Курение и алкоголь увеличивают риск развития возникновения рака головы и шеи в 35 раз. Вот если вдуматься, это значит пациентам, когда объясняешь, и когда он приходит к тебе на прием и спрашивает, пил? Он говорит, да, когда пил? Сегодня. То есть это вот сегодня прием, и я уверена, что будет такой минимум один человек на приеме. То есть это всегда. Поэтому мы должны над этим работать и направлять все это русло, направлять всех и молодых, и взрослых людей. Чтобы здоровый образ жизни он был, он приветствуется, он должен быть. И в нынешних реалиях в современном мире это просто недопустимо. Когда пациент приходит, его не санированная ротовая полость, и он говорит, вот возник рак языка, там 25 лет пациенту. Возник рак языка, а почему, спрашиваешь, может и то, нет, ничего, все, нет вредных привычек. Смотришь рот, а во рту просто осколки зубов. Причем неоднократная травматизация, это приводит потом к, абсолютно пациент не обращается к врачам, он боится стоматологов, появляется рак языка. Откуда у 20-25-летнего человека может быть рак языка? Это большая проблема на самом деле. Наши организации, которые ответственны за статистические опросы, они проводят постоянно, каждый год, ежегодно проводятся опросы, где рассматриваются вопросы именно, кто что употребляет. И очень грустно, что больше 60% населения женщин – это курильщики. Постоянные курильщики – это 56%. Часто мы встречаемся с людьми, которые говорят, я вообще-то не курю, но вот иногда закурю. То есть зачем человеку иногда закурить? Да, он снимает стресс. Вот поговорим об этом позже. Снимает стресс, он считает, что вот это позволит ему выжить. Но на самом деле это неправильно. Нужно обязательно адаптировать этого человека на здоровый образ жизни. И обращаясь к статистическим опросам, вот если я сравниваю 2016-й, специально посмотрела 2018-й, вот ничего не поменялось. То же количество людей, опять же женщины, красивые женщины, которые могут действительно ухаживать за собой, но они курят. Цвет лица, сосуды шеи, сосуды лица – это все меняется. Меняется структура кожи, она стареет. И об этом говорим неоднократно. Но, к сожалению, вот успеха пока мало. Почему еще курят? Потому что просто вот такая привычка. Либо с друзьями выйти покурить, или кофе попить. А еще самое интересное, что вот люди, многие признаются, что не хватает силы воли бросить. И очень много людей, которые говорят о том, что в течение 12 месяцев пытались, но не получается, обращались. То есть невозможно воздействовать, если сам человек не захочет это сделать. К чему приводят такие заболевания, мы все с вами знаем. Это хроническая абстрактивная болезнь легких, это не рак легкого. Это болезнь легких, но она приводит тоже к смерти. То есть есть так бытует мнение, что люди умирают только от рака. Нет, конечно. Они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, они умирают от хронической абстрактивной болезни легких, прогрессирующей, от болезни легких. То есть это реальная проблема. Парадонтит и парадонтоз, они в свою очередь приводят к заболеваниям полости рта. Как онкологическим, так и дальше уже желудочный тракт начинает страдать. Это все взаимосвязано, и мы все это знаем. Это первичное обращение пациента с опухоли над гортаникой. Это пациент, который пришел, как он живет, как он есть, может себе представить. Пациент-курильщик. На уговоры бросить курить, он теперь уже не могу курить бросить, потому что у него рак. И невозможно объяснить. Рак легкого, если можно было такими божественными силами излечить, как в фильме, от рака легкого, конечно, это было бы здорово. Но, к сожалению, этого не происходит по факту. Это пациенты умирают. Что еще было самое неприятное, когда начинаешь смотреть по микрохирургической реконструкции сосудов, это атеросклероз, с которым мы сталкиваемся, когда пациент, вроде бы все хорошо, и, казалось бы, должен быть и лоскут, забор произошел нормальный, все произошло, все хорошо. Но пациент-курильщик, и причем курильщик был несколько лет назад. То есть там года 3-4, но, тем не менее, к сожалению, воздействие табака, оно остается и дальше, и оно и продолжается. И напрямую зависит от заживления в области хирургического вмешательства. Это приводит к нарушению питания периферических тканей, это приводит к некрозу, это 6-8-10-часовые операции, которые, к сожалению, потом просто обречены на неуспех. Это трагедия. Сделать вот такую операцию пациенту, который курит, несмотря на то, что здесь речь идет о не микрохирургической пластике, об удалении опухоли и реконструкции дефекта путем перемещения кожно-мышечного лоскута на сосудах артерий лицевых, из бассейна сонной артерии, это огромная реконструкция, открыть всю шею, лицо, пересадить лицо, и потом не получить результата хорошего. Конечно, здесь пациентка не куричится, здесь будет заживление, будет второй этап уже редукции вот этих вот избытка тканей. То есть это очень важный момент, и к этому надо относиться очень серьезно. Если к пациенту обращается, невозможно его убедить, то есть способы, есть лекарственная терапия, есть психологическая поддержка. Лекарственная терапия, она заключается в различных базисных препаратах, это никотиновый пластырь, их много, это много препаратов, которые можно использовать для того, чтобы пациент прекратил курить. Да, они не могут бросить, но надо им помочь. Надо помочь для того, чтобы прийти к отсутствию вот этого табакокурения. Какая есть помощь психологическая? Есть несколько пунктов, которых можно вот поставить, как бы распечатать, отдать пациенту в руки, сказать вот смотри, следи за этим, и по каждому пункту действуй, и ты бросишь курить. А когда рядом курит жена, сын и кто-то еще, конечно, пациент этот не бросит курить. Должны окружающие еще понимать, что ему надо помочь, по-другому никак. Есть концепция снижения вреда в обычной жизни. Если человек загорает, то, естественно, он использует крем от загара, потому что невозможно исключить солнце, мы не можем жить без солнца. Если мы не можем жить без машины, то это ремни безопасности, это снижение скорости. Опять же, в концепции снижения вреда, это шлем, который используется у мотоциклистов, хотя это очень экстремальный вид спорта. Необходимо использовать такую регуляторную политику вести, для того, чтобы пациенты понимали, что запрет, он, конечно, такой негатив вызывает со стороны пациентов. Если какая-то помощь будет оказана, и в продвижении каким-то образом прийти к отказу от курения, то надо использовать все возможные способы. И предлагать какие-то альтернативные методы, для того, чтобы пациент понимал, что с ним рядом есть доктор, который поможет, будет вести его, и он не отказывается, отказывает ему в лечении. И, конечно, очень важно, чтобы мы понимали, что со стороны и медиков, и государственная политика должна быть. То есть должно быть продвижение именно в сторону снижения вот этого риска. Это очень много обсуждается среди медиков. И на АСКО были неоднократно обсуждены вопросы, когда человек не может бросить курить, предлагать ему альтернативные способы, для того, чтобы помочь ему избавиться от этой пагубной привычки. И интересное такое исследование, которое я вчера нашла на сайте у них, это система градации риска вреда продуктов горения на организме. Как видите, они в любом случае, продукты горения приводят к нарушению и появляется риск вреда, то есть здоровью. И есть те, которые нагревательные, есть те, которые горящие, то есть сигареты имеется в виду. То есть и те, и те вызывают, естественно, вред. Поэтому необходимо понимать, что человек действительно курит ради никотина, ради удовольствия, а умирает от этих смол. Ну и перейдя уже к другим моментам, это несколько таких, это ожирение, которое тоже мешает нам, как хирургам, так и другим специалистам, не только онкологам, я имею в виду другим специалистам, которые лечат и другие заболевания неонкологические, им тоже мешает ожирение. И, конечно, нужно проводить лечение и сопутствующее объяснять пациенту, что он должен снизить вес, потому что эффект от лечения будет, конечно, снижен. Очень важным моментом является алкоголизм, который присутствует в большей степени наших пациентов, конечно, головошейных. Это, конечно, катастрофа, когда пациентам объясняешь, он никак не понимает, что ему нужно прекратить принимать алкоголь, потому что впереди химиотерапия. И каждый раз, когда объясняют, что могут быть судороги, может быть, добавится полинейропатия, может быть, падение, такой удар, и может пациент повредить себя, но пациенты не понимают этого, к сожалению. Поэтому необходимо обязательно работать в направлении снижения этого риска, тоже вреда, и это должно быть объяснено пациентам. Напрямую есть несколько заболеваний, которые также связаны с алкоголизмом. Если говорить о полинейропатии, Елена Викторовна, естественно, с этим сталкивается, наверное, больше, поскольку химиотерапевты понимают, что это пациенты, которых сначала оцениваешь, потом назначаешь химиотерапию. Причем ты знаешь, что платиносодержащие препараты в большей степени могут оказывать такое влияние. Мы очень часто сталкиваемся с такими пациентами, которые представлены на слайде. Это опухоль моделунга. Заболевание такое, ужасное на самом деле заболевание, потому что заинтубировать этого человека, я вот, честно, у нас такие пациенты бывают, и мы каждый раз собираемся с эндоскопистами, с анестезиологами, для того, чтобы решить, как начать. Поскольку эта жировая клетчатка, она полностью по кругу идет, это только по передней поверхности. Вот один из наших пациентов. И этот пациент пришел ко мне на прием на вторую этапную операцию в алкогольном опьянении. Причем я ему объясняю, вот вы сегодня выпили, вы понимаете, что у вас растет, причем доказано, что опухоль моделунга растет именно на... Жировая клетчатка разрастается именно у алкоголиков при приеме именно алкоголя. Объясняя это пациенту, мы категорически им нельзя пить, но они все равно продолжают это делать. Поэтому очень важным моментом является для нас профилактика вредных привычек. Огромное спасибо за внимание.